Здравствуйте, уважаемые товарищи! Сегодня у нас лекция на тему «Мировая революция в современной Ипутии». Данная тема продиктована тем, что актуальность мировой революции никогда не сходила уже в течение многих десятилетий, не сходила с остроты и проблематики. И нам необходимо это осветить с точки зрения марксизма и ленинизма и посмотреть, как в современной эпохе происходит развитие мировой революции. Революция – это установление диктатуры, если вы дать очень короткое определение, это установление диктатуры профессии. Необходимо обязательно обратиться к работе Владимира Ильича Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы. Владимир Ильич Ленин писал в 2015 году, еще до революции, писал, что политические революции неизбежны в вводе социалистической революции. Причем социалистическую революцию нельзя рассматривать как один акт, а следует рассматривать как эпоху бурных политических и экономических потрясений. Самые обостренные классовые борьбы, гражданской войны, революции и контрреволюции. Если вдуматься в это положение, видно, что здесь слово «революция» применяется как с точки зрения политической, так и с точки зрения в целом социальной. С точки зрения политической, с точки зрения настройки, революция – это непосредственно установление диктатуры прогрессивного класса. Самая великая революция человечества, Великая Октябрьская Советская Коммунистическая Революция, которую обычно называем Великая Октябрьская Социалистическая Революция, она как раз и показала, что установление диктатуры произошло буквально в считанные сутки. Но это политическая революция, то есть была установлена диктатура рабочего класса. И с этого момента началась эпоха мировой коммунистической революции. Итак, революция политическая – это революция по установлению диктатуры прогрессивного класса. Революция в широком смысле, социальная революция – это переход от предыдущей формации к новой, более прогрессивной формации. Почему слово прогрессивное здесь очень важно? Потому что, может быть, как мы убедились, к сожалению, в своей истории, происходит и наоборот. Происходит движение и обратное, движение от прогрессивной формации к предыдущей, к регрессивной формации, то есть реакционной. Мировая революция коммунистическая – это одна из, в истории человечества, это одна из революций. На самом деле их было несколько. Первая революция – это революция установления диктатуры класса рабовладельцев. Происходила она довольно-таки сложно установить, когда это точно произошло. Мы по истории знаем древнейшие рабовладельские государства, это Древний Египет, Междуречие, это Китайское государство. И это была тоже революция прогрессивная, хотя вроде бы переход к рабовладению, сказать, что там прямо все было замечательно, конечно же, нет. Это переход именно к диктатуре класса. Если первобытно-общинный строй классов, как мы знаем, не было, то, соответственно... Это, соответственно, это... Да, сколько времени примерно длилось? Ну, тут можно по-разному оценивать, но в целом длилось довольно продолжительное время. До нашей эры было уже рабовладельское государство, как мы с вами знаем. Затем, следом, феодальная революция. Тоже довольно продолжительное время, с точки зрения перехода от одной формации в другой. Хотя в каждом отдельном случае, в каждой отдельной стране устанавливалась власть, наверняка, довольно-таки короткое время. Как мы видим, здесь происходит ускорение истории. Очень интересна нам буржуазная или капиталистическая революция. Как мы знаем, началась она, мировая революция капиталистическая, буржуазная, в Голландии, в форме национально-освободительной борьбы голландцев с испанским владычеством. То есть это была форма непосредственно национально-освободительная, а по содержанию это была буржуазная революция. Вот посмотрите, это в XVI веке, по некоторым историкам считают, что в XVI веке, ну, более определенно, что в XVII веке уже активные события происходили. И вот с XVII века в различных странах происходили буржуазные революции, как раз как моменты мировой буржуазной революции. И только в XX веке, в частности, революции, февральской революции буржуазной в нашей стране, вот завершалась эпоха буржуазных революций. И тут же маленький очень получается промежуток, совсем февраль, октябрь по старому стилю, по новому ноябрь, это Великая Октябрьская Советская Коммунистическая Революция. Как начало эпохи мировой коммунистической революции. То есть современная мировая революция современной эпохи – это мировая коммунистическая революция. Если рассматривать именно так формационно, также можно рассмотреть с точки зрения эксплуататорских и неэксплуататорских обществ. То есть получается одна большая такая формация эксплуататорская, в начале первого бюджета община неэксплуататорская, затем эксплуататорская, состоящая из трех моментов, из трех формаций, и затем коммунистическая, в эпоху, в которой мы сейчас и живем. Открытие этой эпохи, вот одна революция открыла эту эпоху. Затем мы знаем, что Монголия стала второй страной, где произошла социалистическая или, правильно говорить, тоже коммунистическая революция. Конечно, это еще не было созданием мировой коммунистической системы. После Великой Отечественной войны была создана на основе победы нашего народа, советского народа, была создана коммунистическая система. Постепенно это тоже происходило, но довольно быстро. В историческом плане, это буквально за несколько лет, и в течение одного десятилетия произошло именно становление... Революции непосредственно произошли достаточно быстро политически. В Польше, Венгрии, Чехословакии, несколько позже в Германии, потому что там была неопределенность вообще с формированием государства как такового. И ранее планировалось, что Германия будет единым государством. А затем, когда уже в Западной Германии и в большей части Берлина бывшие союзники стали создавать государства, то, соответственно, в ответ на это было создано государство социалистическое, рабочим классом Германии при поддержке рабочего класса Советского Союза. Также мы знаем Румыния, Болгария, Албания, ну и Югославия. Югославия — вот те государства, которые в Европе вместе с Советским Союзом стали формировать мировую коммунистическую систему. И здесь это все прохождение моментов, это все моменты мировой коммунистической революции. На Востоке произошли события очень важные, особенно с точки зрения современности. С помощью, вообще известно, что с помощью советских войск была разгромлена японская армия на территории Китая. И это создало условия для того, чтобы та борьба, которую вела коммунистическая партия Китая много лет, вела борьбу как с японскими захватчиками, так и с Гаминданом. В 1949 году был создан современный Китай, Китайская Народная Республика. Несколько раньше была создана Корейская Народная Демократическая Республика. Также в 1946 году были заложены основы, это все революционные события во Вьетнаме. То есть возникла Демократическая Республика Вьетнам, и, соответственно, сейчас это Социалистическая Республика Вьетнам, далее Лаос, Камбоджа. Очень интересен, своеобразен именно случай возникновения, вернее, процесс возникновения кубинского социалистического государства, потому что непосредственно это произошло тоже как в форме, началось в форме национально-освободительной борьбы, а затем уже переросло в коммунистическую революцию. Таким образом сформировалась мировая коммунистическая система, и в мире это поменяло кардинальным образом. Это новая эпоха человечества началась в 1917 году, и действительно тот воздух мировой революции, который был на устах буквально у всех революционеров, у всех сочувствующих в России, это лозунг мировой революции, и он действительно воплотился в жизнь. То есть действительно осуществилась мировая революция. В то же время, если обратиться вновь к положению Владимира Ильича Ленина в работе, написанной в 1915 году, о лозунге Соединенных Штатов и Европы, что социалистическая революция — это и гражданская война, и революция, и контрреволюция. Вот это самое бескорбное, что могло произойти, оно произошло, и началось, три знаки, которые начались в начале Югославии, то есть Югославия не вышла из переходного периода, то есть Югославия практически с самого начала пошла революционерским путем, и не случайно был очень серьезный конфликт, это не был конфликт просто личностей, значительных личностей Сталина и руководителя Югославии Тита, маршала Тита и маршала Сталина. Это не просто был их конфликт, хотя и их конфликт был здесь, это был разный совершенно подход к построению социализма и его сохранению и развитию. Уже тогда Тита стал ориентироваться, поставили задачу он и его сподвижники, поставили задачу создания предприятий, которые, по сути, становились коллективными, частными предприятиями. Это совершенно другой подход, это не марксист-колейский подход, это не социалистический подход, это, по сути дела, еще капитализм, но с такой фурдонистского типа, когда отдельные предприятия выходят на рынок, работают на рынок, какие-то элементы, моменты планирования там были, но это все равно не было строительства, создания социализма, как это произошло в Советском Союзе и в ряде других государств. К сожалению, после смерти Иосифа Гиссарионовича Сталина, ревизионизм, в котором постоянно шла борьба, от которой постоянно очищались, он взял вверх. Одним из ключевых событий являлось устранение, в том числе физическое устранение одного из руководителей партии государства, затем соратники Сталина не оказали достойного сопротивления этим процессам, и ревизионист и предатель социализма Крущев удалось использовать партию, удалось использовать организационные структуры партийные для того, чтобы постепенно в идеологии известен доклад Крущева в 1956 году на 20-м съезде о культе личности Сталина, которым начали пробивать брешь именно в социализм. Ну и, конечно, 22-й съезд, когда из программы партии, это контрреволюция, из программы партии просто убрали, вычислили, по сути создали ревизионистскую программу, большей частью, ну, в основе своей, потому что убрали диктатуру пролетариата, положение диктатуры пролетариата, это не просто буковки, которые сложили где-то на листочках и потом распечатали, это ударили по сущности, потому что не может быть вновь либо диктатура в современном мире, либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Подменили цель социалистического производства, полное благосостояние и всестороннее развитие всех членов общества, подменили на удовлетворение возрастающих потребностей. Это, конечно, не просто прискорбно, а это оказалось таким мощнейшим ударом. Произошла политическая контрреволюция, начался переходный период к капитализму в нашей стране, который продлился около 30 лет. И своеобразным символом, признаком этого явился расстрел рабочей демонстрации, рабочих митингов в шахтах, в Новочеркасске, извините. И возмущения подавлялись и в других городах, это не очень известно. Подавлялись возмущения, народные возмущения, возмущения рабочих в Грузии. Очень много было возмущенных. Действительно, как может коммунистическое руководство одновременно снизить расценки, то есть понизить реальную заработную плату рабочих и повысить цены. Когда возмущаются... Ведь в советское время было достаточно много забастовок. И после революции были забастовки. И не только в забастовке носили контрреволюционный характер. В забастовке носили часто справедливые требования выдвигались. И когда Владимир Ильич Ленин обратились с вопросом, а как же сейчас при социализме рабочие бастуют? Почему это они делают? Они что, не понимают, что они против своего государства бастуют? Владимир Ильич Ленин очень четко сориентировал, что надо делать в этом случае. Если рабочие неправы, если возобладает в данном случае эгоизм отдельного трудового коллектива над интересами общества, тогда надо идти к рабочим, надо объяснять, надо доказывать и убедить рабочих. Если коммунист, руководитель не может убедить рабочий, значит он плохой коммунист и плохой руководитель. А если рабочие правильно выдвигают требования, то надо выполнять эти требования. Что вместо этого сделали в Новочеркасске? В Новочеркасске, конечно, перепугались вначале, милиция не хотела действовать против рабочих, подтянули войска, и, к сожалению, раздались выстрелы, был убит не один человек. И после этого еще можно понять, что, допустим, это какое-то недоразумение, эмоции какие-то возобладали, кто-то случайно выстрелил. Нет. О том, что это не так, говорят те суды, тот суд, который состоялся над так называемыми зачинщиками. были приговорены к значительному наказанию, а несколько человек были расстреляны. Это говорит о том, что уже не рабочее государство, не государство, а диктатура полетариата действовала в данном случае против рабочих. И вот 90, ну, конец 80-х годов, 91-й год, это уже становление капиталистического общества в нашей стране, как домино, к сожалению, посыпались, посыпались социалистические государства в Европе. Наверное, то, что не завоевано с большим трудом и с большой кровью, наверное, поэтому они достаточно легко расстались. Хотя тут возникает вопрос, а у нас-то в большой крови все это досталось. Если сама революция у нас была практически бескровная, февральская революция, есть памятники жертвам февральской революции, есть могилы, их известны, Марсового поля, например, то Великая Октябрьская социалистическая революция прошла практически бескровно. Сопротивление белок, сопротивление контрреволюции привело к очень значительным жертвам, то есть очень тяжело и дорого достался социализм цены человечества. Ну, так сложилась история, так разрешались противоречия, что в Европе социалистических государств сейчас не осталось. Сейчас мировая коммунистическая система и продолжение мировой революции связано прежде всего, не прежде всего, а связано именно, основывается на развитии таких государств, как Китайская Народная Республика, где сейчас переходный период от капитализма к коммунизму, в первой фазе, то есть в фазе социализма. Корейская Народная Демократическая Республика, где построен социализм, в тяжелейших условиях, очень много информации, похоже, специально ее подкидывают и в интернет, и в другие средства массовой информации. Как плохо, тяжело живут в КНДР. Люди, да, там живут очень тяжело, да, им очень нелегко, но они по-прежнему в состоянии войны с не одним десятком государств. И практически в большей степени в изоляции находится, в экономической изоляции, которая, она не от хорошей жизни, они не сами самоизолировались, а вынуждают к этой изоляции. Есть отношения, конечно, с КНР, есть и поддержка, есть и противоречия определенные с руководством КНР и Корейской Народной Демократической Республики. Есть отношения КНДР с Россией, по крайней мере, не конфронтационные, пусть и не очень дружественные, но не конфронтационные. Вьетнамская социалистическая республика Вьетнам, которая тоже переходный период, около 100 миллионов человек, очень серьезно, бурно развивается. Если Лаос, на Кубе сделали шаг, конечно, назад, вынужденный шаг назад, от социализма, вновь вернулись в переходный период, но надеемся, что там будут сохранены социалистические начала и ведущая роль социалистической собственности, общественной собственности, и все-таки возобладает линия социалистическая. Если посмотреть, сейчас какая расстановка сил, прежде всего экономических сил, материальных сил, экономических сил, людских сил, коммунизма и капитализма, вот мне империализма. Ну, к слову сказать, если в период Владимира Ильича Ленина было несколько центров империализма, то сейчас серьезные произошли изменения. После Второй мировой войны явно сформировался единый центр империализма в Соединенных Штатах Америки, которые подчинили себе другие капиталистические страны, и даже Евросоюз, объединившись, и совокупно, и по населению, и по экономическому своей совокупной мощи, не очень-то уступая Соединенным Штатам, где-то превосходя, все равно подчинены Соединенным Штатам как державе, имеющей самые мощные вооруженные силы. Та же Япония до сих пор еще является по сути оккупированной, как Южная Корея, по сути оккупированной территорией. Германия также является территорией оккупированной. Военные базы Соединенных Штатов находятся на этой территории. Не только на территории Германии, мы знаем, что сейчас Польша, в Румынии тоже имеются базы военные Соединенных Штатов Америки и в целом ряде других стран. То есть я подчеркну, что сейчас единый центр империальности и противостоит мировой коммунистической системе, во главе и в основе которой Китайская Народная Республика. Очень большие, серьезные споры, я думаю, и вопросы возникнут. Такого рода, что в Китае нет социализма, в Китае капитализм, посмотрите, сколько там миллиардеров, посмотрите на их особые экономические зоны, посмотрите на Гонконг, и что там распрощались, в современном мире, Дэн Сиарпина распрощались с коммунизмом, и это все только лишь антураж, красные плаги, гербы и так далее. На самом деле, главной основой коммунистической системы, мировой коммунистической системы, является Китайская Народная Республика. Оно находится в переходном периоде, и если обратиться к таким интересным и важным документам, как устав коммунистической партии Китая, то становится очевидным, что задача построения, создания социализма ставится, более того, там своеобразно даже сроки обозначены, к столетию создания Китайской Народной Республики, то есть в 2049 году планируется создание современной социалистической державы Китайской Народной Республики. То есть такая задача ставится, более того, подчеркивается ведущая роль, они называют это не уклада, называют секторы, ведущая роль общественного сектора, признаются и другие сектора, но ведущая роль общественного сектора. Кроме того, единая система планирования, не только экономического, но и в целом социального, применяется в Китае, совершенствуется, и это показывает то, как развивается Китай. Даже сейчас, когда большинство стран капиталистических откатилось на 10-15% во время пандемии, Китайская Народная Республика показала плюс в экономическом развитии, то есть баллов внутренний продукт, при том, что этот показатель не очень там, конечно, и правильный, точнее, я считаю те показатели, которые были в Советском Союзе, но даже если пользоваться этим буржуазным показателем, видно, что Китай и в этом, по этому показателю продвинутся вперед, тогда как большинство наиболее развитых капиталистических стран откатились назад. Поэтому говорить о том, что в Китае нет социализма, это неправильно. в Китае происходит становление становление социализма как первой фазы Домиума. А как мы знаем, становление это процесс в историческом плане длительный, в нашей стране это с 1917 года примерно по середину по 1935 год, то в Китае, учитывая те масштабы, учитывая то, осталось, которая была в Китае, это сотни лет, это, наверное, исторически обычное дело для перехода к более совершенной формации, каковой является коммунистическая формация. А если посмотреть ранее, темпы роста какие были, то обычно темпы роста в 90-х годах, в первом десятилетии, в втором тысячелетии, это обычно 10-12% в год, причем никаких кризисов, подобных тому, как в капиталистической экономике происходит, где экономика развивается циклически, где есть подъемы, бомбы, падения и застрой или депрессия, такого в Китае с 80-го года практически и не было. Да и раньше этого не было, просто темпы роста были менее значительными. Сейчас они ставят задачу темпа просто порядка 7% в год. Если посмотреть, что происходит в Соединенных Штатах Америки, например, при всей накачке экономики Соединенных Штатов долларами электронными, то это 2-3% в год. Уже сейчас по паритету покупательной способности экономика Китайской Народной Республики превосходит Соединенные Штаты Америки. Если проэкстраполировать то, что если дальше проэкстраполировать подобные темпы роста, понятно, что они будут меняться, но до 49-го года экономика Китая может превысить масштабы экономики всех капиталистических стран. Это, конечно, уже не просто вызов, это впервые в истории человечества, неэксплуататорское общество, строящее коммунизм, опередило самую крупную капиталистическую страну. Советскому Союзу при всех успехах Советскому Союзу все равно это, к сожалению, не удалось. Заняли достойное второе место примерно с 18% мировой экономики. То есть доля Советского Союза составляла 18%. Китай приближается к этим отметкам, только экономика очень и очень возросла. Что получается? В чем противоречие? Я обозначил только в данном случае стороны противоположные. На самом деле, если рассмотреть противоречие коммунистической системы и капиталистической и перолитической системы, то надо четко понимать, что это единство противоположностей, как и везде, во всех других явлениях исследуют противоречия. Это единство противоположностей. То есть в том империализме имеются противоположности и в коммунистической системе имеются противоположности. Я сейчас не говорю о различных противоречиях государства внутри коммунистической или капиталистической системы, хотя это тоже интересно, и мы к этому, я думаю, если успеем, то обратимся. А непосредственно внутри капиталистической системы это противоречие, как мы знаем, заложенное в капиталистическом обществе общественного характера производительных сил и частного характера частной формы присвоения. Развивается это противоречие, никуда оно не уходит. Кроме того, на стороне моментов коммунизма внутри, предпосылок, точнее говоря, коммунизма внутри капиталистической системы, это, конечно, и рабочие движения, которые есть в странах капитала, другие формы, международные рабочие движения, на этой стороне находится и влияние, которое оказывается коммунизм, коммунистической системой сейчас на капиталистические страны. Влияние становится все более серьезным. Как мы знаем, целый ряд стран, в том числе Соединенные Штаты, пережили определенную деиндустриализацию, не в такой степени, как это произошло в странах, которые ушли от социализма в результате контрреволюции, но деиндустриализация по одному детрогу. Видно, какая деиндустриализация происходила и происходит в наиболее развитых эпидемиологических странах. То есть влияние Китай стал, по сути, фабрикой, фабрикой, заводом мира. И эта мощь, которая есть сейчас и наращивается в Китайской Народной Республике, она оказывает влияние на капиталистические страны. Более того, Китай использует и капиталистические рычаги для усиления этого влияния. Целый ряд фанатов в Европе, не только в Европе, выкуплен китайскими компаниями. В Африке Китай очень сильное влияние обрел и усиливает это влияние. То есть на самом деле влияние мировой коммунистической системы даже на стадии переходной, то есть еще не построенного социализма, уже очень значительно. И даже в этой ситуации в переходном периоде доказывается преимущество социалистических основ. Посмотрим с другой стороны. То есть в гитериализме есть противоположности капитализма и тех предпосылок коммунизма, которые разрывают и движут капитализм неизбежно к коммунизму. А как же в Китае? Ну, в Китае достаточно очевидно, что там переходный период, то есть там непосредственно противоположность укладов или как они называются, сектора, сектор общественный, то есть сектор коммунистический и сектор предусловно капиталистический. Наиболее влиятельный крупный капиталистический сектор. Здесь, конечно, очень серьезное развитие получили капиталистические предприятия и, конечно, предстоит все больше и больше регулировать их и подчинять их по возможности общественным интересам. Довольно силен уклад еще мелкобуржуаза, где работники сами являются, сами мелкобуржуаи являются, мы знаем, и работниками, сами себя, по сути, эксплуатировали, работают на рынок. Мелкобуржуазный уклад очень силен, то есть сотни миллионов людей находятся в принципе в положении мелких буржуа. Это тоже та масса, мы знаем, что это в условиях революции, контрреволюции, это та масса, которая может оказать решающее влияние на ход революции. В Советском Союзе мелкая буржуазия в лице крестьянства стала в большинстве своем на сторону советской власти, на сторону большевикой. Это предопределило победу и революции, и гражданской войны, и затем построение социализма, когда уже эта мелкая буржуазия исчезла в результате коллективизации. То есть в Китае есть непосредственно противоречия укладам. И если действительно будет реализована установка устава коммунистической партии на то, что этот коммунистический уклад, коммунистический сектор занимает ведущую роль и будет усиливаться, то конечно же будет позитивное развитие и значительной степени сейчас Китаю никто не может помешать построить социализм, создать социализм, если Советскому Союзу могли помешать и военным путем, и попытались это сделать, и в значительной степени войной подорвали значительной степени силы Советского Союза, такие огромные потери 20 миллионов человек это конечно очень сильно ударило по перспективам развития Советского Союза, в какой-то мере является не то что оправданием естественно, но в какой-то мере поспособствовало в том числе и усилению предпосылов к контрреволюции в Советском Союзе, но Китай, как и в любой другой стране, в которой создается социализм, в которой построит социализм, важнейшее противоречие внутри, между непосредственно общественным характером производства и моментами товарности. То есть даже внутри вот этого вклада общественного вклада общественного сектора, это противоречие конечно есть между бесклассовой природой социализма и наличием классовых различий умственного и различия умственного физического труда. То есть это, конечно же, очень опасно. И опять же, если прочитать устав Китайской коммунистической партии, там есть настораживающие моменты, такие как слова, социалистическая рыночная экономика. Мы знаем, как опасно это словосочетание теории рыночного социализма, которые пытались воплотить в практику, на самом деле реставрировали капитализм. Реформа Косыгинская это еще один шаг к капитализму в нашей стране и все это не называли, конечно, социалистическая рыночная экономика в то время, это уже потом в 80-х годах, в конце 80-х такое словосочетание у нас появилось, но в Чехословании такие деятели, как Эта Шиф эту теорию проповедовали и она, конечно, еще очень и очень опасна. Чем она опасна в Китае? Она опасна тем, что период, именно переходный период при наличии различных секторов и общественного и капиталистического большие успехи были достигнуты в росте экономики. Эти успехи в какой-то мере приписываются вот этой так называемой социалистической рыночной экономики. И, конечно, хотелось бы, чтобы китайские товарищи расстались и с такой терминологией, и с такой практикой и признали, что у них переходный период. И они это, с одной стороны, признают, с другой стороны, вот такие вот слова допускают. Также в уставе Клинистической партии написано, что у них демократическая диктатура народа. Демократическая диктатура народа, конечно, это тоже весьма своеобразное положение, но если обратиться к Конституции, в Конституции поясняется, что демократическая диктатура народа это, по сути, диктатура пролетариата. То есть, тоже Конституция не так давно редактировалась, пересматривалась в некоторых положениях, это положение сохранено. То есть нам очень важно и существенно понимать, что в значительной степени нынешние перспективы коммунистического движения, они не просто связаны с тем, что происходит в Китайской Народной Республике, но зависят сейчас целиком и полностью, на данном этапе. Понятно, что в перспективе все равно будут выправлены все эти неточности, ошибки, отступления и самое главное, что заявляется и реализуется развитие социалистических начальников. Посмотрим, опять же вернемся к капитализму, в какие еще противоречия, в какие еще противоположности к капитализму. Не все страны подчиняются и желают подчиняться империалистическому центру. Понятно, империалистический центр влияет на все страны, в том числе и на Китай, влияет в определенной мере. Но есть страны, такие как Россия, такие как Индия, Бразилия, крупные страны, которые и делают политику, то есть в которых есть довольно сильная буржуазия, то есть из зрения того, что на определенная экономическая мощь стоит и военная мощь стоит за буржуазией, эта буржуазия не во всем желает делиться и подчиняться империалистическому центру, делиться с этим центром. И сейчас возник феномен, но не сейчас, возник уже не один год тому назад, а больше 10 лет тому назад возник такой феномен, как консолидация определенных усилий, в том числе военных усилий, капиталистических стран, которые не желают подчиняться империалистическому центру, дистанцируются от него по возможности с Китайской Народной Республики. Ну, это известная БРИКС, это вначале практически возникла как пол-анекдот, что вот такие страны в разных концах планеты, это Россия, ну, Китай, соответственно, Индия, Южная Африка, Бразилия объединили усилия, сейчас это не так активны, к сожалению, эти отношения, но зато укрепляются отношения с Ираном, тоже Китай, та же Индия, которая есть серьезные территориальные противоречия с Китаем, но тем не менее, в ряде вопросов консолидируются с Китаем и четко понимает, что невыгодно, они уже были колониальной страной, и им совершенно не хочется, и в буржуазии, в том числе, не говоря уже рабочим классом, совершенно не хочется, чтобы рабочий класс, чтобы их эксплуатировали не только свои буржуа, но еще и мировой империализм, то есть мировой финансовый капитал. Подводя некоторый итог, я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что в значительной мере перспективы в ближайшие десятилетия мировой коммунистической системы зависит от того, как будут разрешаться внутренние противоречия Китайской Народной Республики. Ну и, соответственно, во Вьетнаме тоже это влиятельная большая страна, подоселение большая. Как будут разрешаться противоречия непосредственно общественному характеру производства с моментами товарности? Это находится в центре внимания тех ученых, которые изучают мировое коммунистическое движение. Спасибо, товарищи, за внимание. Пожалуйста, я жду вопросов. Было сообщение в «Пятой газете» о судебном преследовании инициаторов и бенефицаров приватизации многих объектов в Китае в 90-х годах. То есть порядка пяти тысяч, в том числе тысячи иностранцев получили пожизненное заключение в трудовые лагеря, тысячи расстрелянных и так далее. То есть это только малая часть тех, кто обогателся и стал капиталистом за счет общей народной собственности. В 90-х годах? Да. Я читал такую информацию, но я полагаю, что эта информация недостаточно достоверна. О фактах таких прям репрессий по отношению капитала в 90-х годах, то, что в момент национализации, но как бы кто сегодня смотрел телевизор и смотрел президента Путина высказывания и трехстороннюю комиссию, потому что где профсоюзы, соответственно, работодатели, то там звучало слово национализация. То есть слово национализация, вообще национализация, она характерна для капиталистических стран. Неоднократно подвергались национализации те же шахты в Великобритании. Тогда, когда капиталистам не справляются в силу тех или иных причин, прежде всего, в силу того, что они ориентированы на максимизацию прибыли, особенно на коротком диапазоне времени, входят в убытки. И если эти отрасли буржуазные государства, которые, как мы знаем, являются комитетом по делам буржуазии, диктатура буржуазии, то национализируют, тем самым спасают, выручают. А зачем далеко ходить, надо посмотреть. У нас банк открытия, сейчас это 100% государственный банк, то есть 100% акты принадлежат государству, в отличие от Сбербанка, в котором около 50 больших процентов принадлежит государству. То есть у нас произошла национализация банка открытия. На это было положено около, не миллиарда, а около триллиона рублей. Триллион рублей потратили на то, чтобы, по сути дела, этот банк выкупить, и те средства, которые там были в плащиках, возможно, что были присвоены, выведены, а вместо этого были заведены государственные средства. Поэтому национализация, это условия капитализма обычные. То, что национализация происходит в Китае, определенных предприятий, в этом нет ничего удивительного. Но очень сомнительно, очень сомнительно, что при этом проводились такие действия. Нет нужды китайским товарищам прибегать к таким методам. В Китае на всех значимых предприятиях работают партийные ячейки, с которыми, согласно капиталистическим, в том числе, работают ячейки коммунистической партии, с которыми капиталисты вынуждены согласовывать очень многие задачи и проблемы, решения проблем своего предприятия. То есть сейчас влияние есть китайская коммунистическая партия как посредством макроэкономических инструментов, так и посредством планирования, посредством выделения определенных средств, предоставления льгот, налоговой системы, моментов прямого, элементов прямого управления, планирования. Я думаю, нет необходимости для национализации. Вот если сейчас поставили в китайских товарищей задачу национализации, я думаю, они решили ее достаточно быстро, и вряд ли это потребовало бы каких-то репрессий в форме расстрела. То, что диктатура рабочего класса, диктатура, судя по Конституции, диктатура пролетариата, ну, она умеет это делать. В Советском Союзе показано, как это было сделано. Даже в чем-то забегали вперед, ну, война к этому подталкивает. Пожалуйста, еще вопросы. Проверьте эту информацию. Я думаю, что это близко к этой. Да, вопрос. Может, это просто коррупционеры? Просто коррупционеров расстреливают? Это точно. Это общеизвестно. Ну, чуть ли не суды публичные. Это широко освещается. Коррупционеров расстреливают, да. Ну, коррупционеры это прежде всего кто? Это государственные сновыщи. То есть это не владельцы предприятий. А что-то это далеко. Да, с капиталистом, с Казахстанской войска в крае. Сейчас у губернатора двух заместителей арестовали. Один получил взятку 132 миллиона рублей. Один из заместителей. В этой заместке ущерб. Это заместитель предприятий стал. Гигантский ущерб нанесли там вот эти жучки. Корейко, если обратиться к Роману Петрова, или к нашей практике, все эти, Чубайса, Грефы, вот гигантский ущерб нанесли экономике Китая. За это, значит, их репрессировали. Нет, ну, понятно, если это шпионаж или это коррупция. Ну, выводы в капиталах, конечно. Да, и в отличие от России, применяется смертная казнь. Обычное дело в Соединенных Штатах тоже есть смертная казнь. Заключенных в Соединенных Штатах очень много, и смертная казнь применяется активно в ряде штатов. То, что применяется смертная казнь против коррупционеров, ну, а как по-другому удержать такую экономику в единстве, если всякие негодяи, жадные люди будут воровать и выводить. Тем, правда, сложновато выводить средства, сложнее, чем наши богатеи. У нас в год, по разным сведениям, до 500 миллиардов долларов материальных ценностей и денег, и выводится за рубеж. 200 миллиардов долларов. Это как можно было бы развить страну? Умножьте это на 30 лет существования нашей страны, ну пусть даже на 20 лет. Это какие гигантские суммы, это триллионы долларов, которые вывели, это материальные ресурсы, это кровь экономики, которые выпили, вытащили из нашей экономики и отдали капиталистическим странам, наиболее развитым капиталистическим странам. Китай не хочет этого. Естественно, коммунистическая партия, которая является и по Конституции руководящей партией. Там другие партии тоже есть. Они находятся в союзе, по сути, с коммунистической партией, во взаимодействии. Но коммунистическая партия, согласно Конституции, одна реальность, не только согласно Конституции, но и согласно отношениям, в действительности является руководящей партией, авангардом, во-первых, строках устава, авангардом рабочего класса. И правильно они, естественно, правильно действуют. Олег Анатольевич, слышно меня? Да, хорошо слышно. Раскройте, пожалуйста, вот такой момент, какова роль современной России в становлении социализма в Китае? Ну, я сам, я не историк, я, конечно, очень интересовался этим вопросом и сейчас живо интересуюсь этим, потому что без этого, без важнейшего опроса, невозможно понять принципы становления китайского коммунизма и в целом государственности китайской современной. Влияние очень и очень значительное. Задолго до 1949 года, до года, когда была провозглашена и создана Китайская Народная Республика, через Коминтерн происходило взаимодействие с китайскими товарищами. Китайские товарищи многие приезжали в Советский Союз, то есть было определенное, так скажем, идеологическое взаимодействие. Затем Советский Союз помогал китайским товарищам в борьбе непосредственно против японских империалистов. Даже была ситуация, вот здесь интересные лекции он рассказывал про то, что в одной своей лекции, что две дивизии. У Китайской коммунистической партии до 1949 года была армия, были вооруженные силы и довольно значительные вооруженные силы. Они достигали сотен тысяч человек, потом терпели поражение, потом снова увеличивались, так вот в самый тяжелый период две дивизии, так скажем, прислонились к нашей границе и наши помогли, наши помогали. Кроме того, довольно известны наши летчики, которые помогали китайским товарищам. Мы знаем, что в Северной Корее воевали наши летчики, но мне не известно, что наши летчики воевали на стороне китайских товарищей. Там был период, когда с Гоминданом были такие отношения, поддержка Гоминдана была. И даже был период, когда посоветовали китайским коммунистам заключить такой союз ситуационный с Гоминданом. Гоминдан – это ужасная, как вы понимаете, партия, которая руководит, ну, на Тайвань, которая удрала после победы коммунистов на материковом Китае. Но периодически был такой союз временный, ситуационный. Но затем китайская коммунистическая партия проводила успешные боевые действия. И, конечно, когда была разгромлена Квантонская армия, значительная часть вооружений японских и советских достались китайской коммунистической партии и Народно-освободительной армии Китая. Кроме того, мы все знаем, сколько, ну, не сколько конкретно, я не могу назвать сейчас цифру, огромное количество предприятий было построено при прямой поддержке интернациональной, нашей, по сути, коммунистической, братской поддержке советского народа. Целые предприятия, вот те заводы, которые сейчас автомобильные, большие государственные заводы, так они были построены, они были построены при прямом содействии, и наши станки там были, наши специалисты там были. К сожалению, потом, с приходом власти Хрущева, разладили себя в наши. Я советую почитать статьи Мао Цзэдуна по тем ошибкам, которые совершили товарищи Кучев. Там практически, ну, трудно даже в чем-то упрекнуть Мао Цзэдуна, что он где-то написал неправильно. Очень выдержанные марксистские статьи. И причем там не было такой конфронтации с Советским Союзом и желание конфронтации. Там, наоборот, указывалось на то, что нам необходимо быть вместе с социалистическим государством, могут товарищи, которые… Это статьи о том, как Хрущев неверно разоблачал культ личности Сталина. Это тоже неверно, а вообще, что подняли вопрос о культе личности Сталина. Я думаю, что помощь Советского Союза была в чем-то даже, может быть, и решающей. К сожалению, сейчас, если посмотреть литературу, не так много переведено китайской литературы, но если посмотреть, то эта помощь… признается, что эта помощь была, но то, что она носила такой в значительной степени решающий характер, это уже в меньшей степени акцентируется на это внимание. То есть решающий характер был и внутреннее движение китайских коммунистов. То есть борьба китайской коммунистической партии, это, конечно, решающая, без внутренней этой борьбы. Но ничего бы не получилось, никакого низпартического солидия китайской коммунистической партии. Ну, сейчас, как я понимаю, Китай опирается на нашу военную, да, не поддержку, но, по крайней мере, возможность поддержки. Да, возможность поддержки. То есть сам по себе он уже, наверное, не представляется угрозным для США. Ну, факт, он и все. Ну, здесь, конечно, нужны военные аналитики, чтобы ответили на этот вопрос. Я в этой области не являюсь специалистом в посмотреть военных аспектов. Но то, что очевидно совершенно, это то, что по разным подсчетам в Китае несколько сотен, ну, порядка пятисот ядерных бойководов. Ну, в отличие от Советского, от России, которая получила от Советского Союза гигантский просто арсенал ядерных средств, не только ядерных, но, в первую очередь, ядерных средств. Конечно же, совокупно ядерный потенциал России, он сейчас явно нужен для того, чтобы балансировать сейчас на мировой арене и обеспечивать мир. То есть не дать возможности эпериалистам развязать вот такую крупномасштабную войну с тем, чтобы уничтожить и починить государство социализму. Ну, и Россию, соответственно. То есть капиталистическое государство. Ну, вот это государство, которое старается выбрать свой путь внутри буржуазной системы. По крайней мере, как предпосылка, если бы еще было бы влияние и полное подчинение, как было в 90-х годах России Соединенным Штатам, тут и рабочему движению тяжелее пришлось бы, конечно. Вот. То есть, ну, китайская, нельзя недооценивать силу Народно-освободительной армии Китая. Это одна из самых многочисленных, может быть, самая многочисленная армия в мире. Очень трудно попасть в ряды вооруженных сил Китая. Очень стремятся туда. Это очень почетно. Огромные силы вооруженные, обычное вооружение. Вы знаете сейчас, какое влияние и после Второй мировой войны практически обычным вооружением большей части воевали. Ядерное оружие применено было только дважды Соединенными Штатами Америки. Мы это знаем. Весь мир об этом знает. Японцы бы не забыли, кто на них сбросил. А то некоторые японцы считают, что Советский Союз сбросил на них бомбу. И, конечно же, Народно-освободительная армия Китая обеспечит защиту своей территории, конечно, самостоятельно. Но с точки зрения всей правовой политики, противостояния с Центром империализма и для создания условий, что очень важно, для создания условий для мирных революций, революции. Мирные – это не значит невооруженные. Революции практически всегда вооруженные. Для мирных революций коммунистических, а они будут происходить неизбежно, рано или поздно, вернее, позже или раньше, чем мы желаем пораньше, но это будет обязательно происходить. Так вот, для обеспечения мирного характера революции, для того, чтобы не вмешивались империалисты, не мешали тому, чтобы рабочий класс устанавливал свою власть в той или иной стране, где созрела революционная ситуация. Для этого очень важно, чтобы Россия и Китайская Народная Республика взаимодействовали. Прямого союза здесь мы не видим, но видим, как активны отношения сейчас и как заявляется уже по вопросам мировой политики единая позиция. Вот только сейчас съездил наш министр иностранных дел, съездил в Китай, где подписали договор, продвижение договора или новый договор и заявили о том, что в мировых масштабах будет взаимодействовать. Это очень важно и существенно. Это, по сути, не дает возможности Соединенным Штатам использовать свое вооружение в той мере, каким хотелось бы. А с точки зрения флота, флот Китайской Народной Республики, он уже по количеству судов, он превышает флот Соединенных Штатов Америки. По авианосцам, конечно, отстает всего два авианосца, в отличие от 11 или 12 авианосцев и авианосных групп Соединенных Штатов. Но зато те корабли, а сейчас уже все больше и больше понятно, что корабли относительно небольшого водоизмещения с мощным ракетным вооружением, в том числе и ядерным, могут оказать решающее воздействие на потенциальном театре войны. Сейчас это используется для того, чтобы противостоять империализму, который оружие не защитил. Более того, по мере того, как Соединенные Штаты будут отставать от Китайской Народной Республики в экономике, агрессивность Соединенных Штатов во внешней политике будет возрастать. То есть проведение политики фашизма во внешней политике, он, конечно же, будет возрастать, потому что некуда деваться, им надо попытаться защитить свое доминирующее положение, которое все больше и больше исчезает. Еще не исчезло, Соединенные Штаты еще в экономике доминируют, благодаря в том числе и своей валюте, своей финансовой системе, своего мощнейшего финансового капитала, который работал бессмерт, но ослабевает. И основная заслуга в этом Китайской Народной Республике. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Да, меня слышно? Да, хорошо слышно. В чем проявляется диктатура проэмпериата на деле в современном Китае? Очень хороший вопрос. Вопрос, требующий очень тонкого исследования. Ну, во-первых, документы проявляются, я об этом говорил, в Конституции это есть, есть в Уставе, но и проявляется в том, что Коммунистическая партия является авангардом рабочего класса. Реально коммунистическая партия является руководящей партией, партией, которая ставит задачи и решает эти задачи. И самое главное, что диктатура проэмпериата должна действовать в интересах рабочего класса. Если не действовать в интересах рабочего класса, это никакая не диктатура проэмпериата, это уже диктатура буржуазии, как мы видели на примере Хрущева и его компании. Сейчас то, что происходит развитие в Китае, оно в значительной степени, не вполне, я соглашусь, что не вполне, но в значительной степени в основе своей соответствует интересам рабочего класса. Происходит развитие экономики, рабочий класс развивается, увеличивается рабочий класс. То есть численность рабочего класса Китая тоже нужно посчитать, я как-то брался за это, но пока не удалось еще найти такие источники, в которых можно было твердо быть убежденным. Китайская партия является авангардом рабочего класса. Но если в нашей стране рабочий класс составляет около 25-26 миллионов человек, то в Китае это порядка 250 миллионов человек. Китайская партия является авангардом рабочего класса. Конечно, есть те моменты, которые в этот переходный период и в принципе те моменты, которые не соответствуют интересам рабочего класса. Конечно же, та продолжительность рабочего времени, которая на многих предприятиях имеется, это когда работают некоторые чуть ли не световой день. На ряде предприятий нормально с этим обстоит, а в ряде предприятий это конечно ужасающее количество рабочего времени, которые по сути дела капиталистические предприятия, они конечно эксплуатируют рабочий класс, те рабочие отряды рабочего класса Китая, которые работают на этих капиталистов. И конечно рабочему классу предстоит еще большая работа по сокращению рабочего времени. Это известная формула, как 9-9-6 по-моему называют. Работают по сути от зари до зари. В субботы родные многие работают. Это конечно не нормально, это не соответствует интересам рабочего класса. И конечно здесь коммунистическая партия Китая достойна критики за то, что пока не проводят такую работу. Туда усилили давление на капиталистов и на руководителей государственных предприятий по тому, чтобы соблюдался 8 часов рабочий день. Это сделали. Об этом заявили и это сделали. Чтобы это было общеприятно. Но не пресекают вот эти вот ненормальные сверхурочные, когда человек большую часть жизни проводит на производстве либо в офисе. Это конечно не нормально. Я думаю, что это один из тех минусов, которые предстоит Китайской коммунистической партии, Китайскому рабочему классу преодолевать. На Кубе произошла революция или контрреволюция? Когда? А, ну на Кубе Фидель Кастр, конечно, Че Гевара возглавляли революцию, естественно. Нет. Сказать, что на Кубе сейчас произошла контрреволюция, конечно, нельзя. Они откатились к переходному периоду. Но это вовсе не у них там самозанятость, порядка миллиона человек. Но это не значит, что там контрреволюция. Нет. Там партия не превратилась в буржуазную партию. И там именно переходный период. Ну, подобно тому, как у нас было с 17 по 1935 год. Только если бы откатились бы назад. То есть, это вот именно переходный период, который ну, зависит в значительной степени от того, какие успехи будут достигать коммунисты в Китае. Это во многом зависит от того, что будет происходить на Кубе. Куба – небольшое государство, и, конечно, оно само без помощи, без поддержки на мировой арене Китайской народной республики. И Россия, которая снова стала заходить на Кубу, пусть и капиталистическая Россия, тем не менее, снова стала заходить на Кубу различными своими проектами, влияниями. Обеспечить то, что на Кубе все-таки государство социалистическое. – Какие формы осуществления диктатуры пролетариата, ее обеспечения? Ну, у нас до 1936-1937 года советская власть была. А какие формы диктатуры рабочего класса в Китайской народной республике, в Северной Корее, на Кубе, вам известны? – Я вопрос не услышал. Я услышал слово «Куба» в Корее. – Как обеспечивается, через какие институты в современных социалистических странах диктатура рабочего класса? – Ну, диктатура рабочего класса обеспечивается, естественно, авангардом рабочего класса, то есть коммунистической партии. Обеспечивается именно этим. То есть там система, конечно, нельзя сказать, что там советская система, там несколько другая система и выборов, но в то же время выборы у них далеко не во всем прямые, то есть не такие, как были в позднем Советском Союзе. В то же время, в первую очередь, через коммунистическую партию. Коммунистическая партия, которая обеспечивает опору на рабочий класс и обеспечивает диктатуру пролетариата. А лакмусовая бумажка и критерием этого является та степень, в какой реализуются коренные интересы рабочего класса. То есть основной, как говорят сейчас в гуржуазной политологии, институт, на самом деле, не знаем, слово партия хорошее такое, да, то есть через коммунистическую партию, посредством коммунистической партии, которая является руководящим. Это не самое важное, что в законе, это закреплено в жизни. Коммунистическая партия является реально руководящим партия. А выборы и отзывы… Решать задачу построения коммунизма. Первая партия. Выборы и отзывы депутатов государственной структуры по производственным округам там идут или как? Нет. Нет, конечно. У них выборы не по производственным округам. Нет. К сожалению, нет. От этого отказались и у нас в 30-е годы, к сожалению. Но сохранилось определенное влияние через то, что через систему выдвижения по предприятиям, через коллективы предприятий выдвигались в Советском Союзе. В Китае, прямо скажу, я это еще не изучил. Это правильный вопрос. Спасибо. Все вопросы задаете. Я буду это исследовать и посмотрю систему выборов, как у них ведутся выборы. Да, Олег, извините. Вы дали ответ на революцию на Кубе. Анна Жаркова говорит, что она не услышала ответа на контрреволюцию на Кубе. Нет, на Кубе не произошла контрреволюция. Следующий вопрос. По какому принципу происходят выборы в коммунистическую партию Титая? По территориальному или производственному? Нет, у них, в отличие от той же КПРФ, в которой выборы идут просто по организациям, организации не сформированы по производственному принципу, то есть они не пытаются формировать организации по производственному принципу, то в Китае организации, коммунистической партии, первичные организации, они по производственному принципу. А раз они по производственному принципу, то естественно выбираются коммунистами, выдвигаются, выбираются коммунистами, которые работают на том или ином предприятии. Ну а затем уже система, подобно тому, как у нас, выбрали определенный орган, из этого органа выбирают уже следующий орган, и так вплоть до Центрального комитета Коммунистической партии в Китае. То есть, конечно, движение идет от производства, от коммунистов, которые сосредоточены на том или ином производстве. То есть не производственный коллектив целиком собирается и решает, а решает партийные организации. А понимаете, что если у них в партии не один из десяток коммунистов, то ясно, что сформированы большие партийные организации, крупные предприятия, сформированы большие партийные организации, которые оказывают, естественно, влияние на всю партию через своих представителей. Отзывать это так же легко, это и у нас такое было в КПСС, можно было это сделать. И в этом смысле производственный принцип сохранялся и у нас в Советском Союзе, в партии-то. Не во всем целиком государстве, а в партии. Пожалуйста, еще вопрос. Что посоветуйте безработным в нынешних условиях, если рабочие уходят в удаленку? По следующим увольнениям? Ну это не совсем по теме, но я попытаюсь ответить. Рабочий в удаленку уходит? Я не представляю себе, как рабочий может уйти в удаленку. Дело в том, что там на рабочем, я правильно вас слышал? Шла речь о рабочем? Да. Что по поводу безработным в нынешних условиях, если рабочий уходит в удаленку? Как это он будет стоять у конвейера на удаленке? Вообще непонятно. Он что, будет из дома руководить роботом вместо себя или что? Ну это так, в порядке абсурда. Рабочий не может работать на удаленке. Это, кстати, карантин, который у нас был весной, четко показал, что реально рабочие на большинстве предприятий работали. У нас город промышленный. Я вот живу в Ниномыске. У нас город промышленный. Так вот, у нас химическое производство, крупнейшее предприятие Юго-России, химическое производство Ниномыске Азот. Он работал в Ниномыске Азоте. Никто его не останавливал. Непрерывное производство. Рабочие ходили на работу. Инженерный персонал, часть инженерного персонала ходила на работу. Там у них по определенному графику. Некоторые работали на удаленке. В бухгалтерии еще где-то можно было работать на удаленке. Другой завод, Арнест, у нас есть, который производит аэрозоль. Аэрозоли различные. Ну, многие знают аэрозоли, там прелесть, там лак для волос и так далее. Большой очень ассортимент у них. Они на неделю остановились. Но потом, вообще-то, понятно стало, что это ничего хорошего не приводит. И потом начали снова работать. И работают до сих пор уже без всяких перерывов. Объемы у них огромные. Тем более, что сейчас еще вот эти вещества в аэрозолях, которые различные, обеззараживающие. Так они такие огромные объемы производства этих веществ дали. То есть сейчас у нас чуть ли не в каждом магазинчике и везде они стоят. И, не знаю, по всей России они стоят, эти полночки. То есть рабочие не можем работать на удаленке. Если под рабочим понимать программистов, мы говорили не один раз. Я не хочу сейчас ввязываться в эту совершенно бесполезную дискуссию по этому поводу. По простой причине. Потому что рабочие – это работник материального производства, непосредственно производящий материальный продукт или перевозящий этот материальный продукт. Программист таковым не является. При всем уважении к программистам. Я очень уважаю программистов, очень умные люди. Зачем? Я себя в рабочий не записываю. Зачем это делать? Это недостойно. Есть рабочие, которые делают важнейшее дело. Без рабочих мы жить не сможем. Без профессоров еще сможем значительное время прожить. А без рабочих не получится. Останемся без воды, без электричества, без газа, без продуктов питания. Сельхозрабочий, если не будет работать, значит голодать будем. Я представляю себе сельхозрабочего, который дистанционно убирает свеклу для сахарного завода. Это просто умора. Это просто глупость. Пожалуйста, еще вопрос. Олег Анатольевич, у меня вопрос такой. Почему в данный момент времени не попытаются создать или воссоздать некий аналог, или прям прямой, ну да, скорее аналог комминтера для руководства и всеми коммунистическими силами Земли? Ну, вы понимаете, что был бы смысл создания такого органа, если бы обеспечено было бы определенное единство. Идейное единство, организационное единство. Ведь комминтер принимали только те партии, которые признавали принципы и на практике осуществляли все, чтобы двигаться к диктатуре полетариата. Если бы не признавали диктатуру полетариата, то комминтера никаких партий не было. Сейчас много вы найдете партий коммунистических, которые называются коммунистические, или левосоциалистические, или еще как-то там по-другому, по-всякому, со словом коммунизм, без слова коммуна, без слова коммуна, которые бы четко стояли на позициях необходимости диктатуры полетариата для создания и развития коммунистического общества, до первой фазы включительно. Таких партий очень мало. И соорганизовываться, по сути, этим партиям, пока не созрел еще тот период времени, какие-то предпосылки, условия, которые бы вызвали необходимость такой соорганизации. Более того, вы, наверное, заметили, что коммунистическая партия Китая непосредственно не... Ну, там ездят делегации различные, тоже КПРФ ездила в Китай, но так, чтобы прямо оказать прямую такую очевидную поддержку, они этим не занимаются. И, наверное, в чем-то они правы, потому что в данном случае экспортом, экспортом, так называемым экспортом революции, если не созрели внутри условия в стране, то это просто вредно. Это просто ухудшит отношения между странами в том же противостоянии с тем же центром империализма. Поэтому создание, наверное, еще и не созрело в этот период. Тоже, чтобы такие партии возникали и развивались, объединялись внутри страны. И все равно революции происходили и будут происходить, и политические революции происходили, будут происходить внутри страны, в смысле в стране. Не в целом ряде стран, а в отдельных странах. И поэтому важно, чтобы в самой стране такая партия была. А уже обеспечить внешний периметр, в том смысле обеспечить уже невмешательство, если будет происходить революция, то невмешательство империализмских сил, вот в этом была бы, конечно, позитивная роль тех партий, которые являются руководящими партией вдольной страны. Советский Союз, кстати, помогал, поддерживал. Об этом мы сегодня говорили. Пожалуйста, еще вопросы. А можете ли как-то осветить отношение Китая и Северной Кореи? Как бы, ну, понятно, что в Корее... Я понял вопрос. Да, в Корее, то есть, я, ну, уточню немножко. Понятно, что... В Северной Корее, наверное, да? С КНДР? Да. С КНДР, да? Да, с КНДР. Ну, историю вопроса вы наверняка, мы все знаем, как китайская армия, добровольцы китайские помогли корейским товарищам. Очень многие погибли китайцы в этой войне против американского империализма и сателлитов его. То есть, история очень, такая, очень тесной дружбы и сотрудничества КНР и Корейской Народдемократической Республики. А сейчас очень сложно отследить эти отношения, потому что целый ряд китайских организаций не желает попадать под санкции, показывая взаимодействие с КНДР. Вот, поэтому эти отношения, ну, наверняка есть, потому что все равно на экспорт КНДР работает, все равно есть отношения экономические, есть определенные материальные потоки, я думаю, Россия, они есть у Корейской Народдемократической Республики. А без поддержки Китая, я думаю, что очень тяжело было бы устоять и сейчас, не только раньше, но и сейчас Корейской Народдемократической Республики. Хотя, ну, руководство этой Республики показывает довольно высокий уровень самостоятельности в своих действиях. Там есть, возможно, есть противоречия, но надо, противоречия все понятно, что есть, я имею в виду, что какие-то, может быть, и обострения этих противоречий есть. Но это надо изучать и смотреть. Я думаю, что большая часть этих отношений сейчас просто-напросто сокрыты от лишних взоров. Может, правильно и дело. Далеко не все надо знать врагам. Ну, а нам это понятно, что вы при Хрущеве отменили открытое партийное собрание. Был, почему? Был контроль рабочего класса за партой. Они были, они прибрежные были. В Китае есть что-нибудь такое? Только родился, когда Хрущев был у власти. Не слышал я о таком факте, что это, по-моему, каждое собрание принимает решение свое, быть ему открытым или только члены партии. Закрытое в том смысле, что члены партии только. Открытое, когда могут присутствовать нечлены партии. В этом смысле открытость. Да, открытое... Так они не были закрыты, даже если только одни члены партии, не были закрыты от вышестоящих органов, от членов партии прежде всего. Они были открыты, то есть все члены партии приходили и обязаны были, не просто приходили, а обязаны были приходить на эти собрания. Если не приходил регулярно, то вплоть до исключения, даже если взносы платил, должен был приходить на партийное собрание. Поэтому я не знаю о таком факте. Если что-то знаете, ну, это жизнь. Я бы... Пожалуйста, еще. Есть вопросы, да? Или будем завершать? Все, вопросов нету. Большое спасибо вам за эти... Спасибо. У нас вот первый раз, я хочу поблагодарить очень всех, кто еще... Да, я бы вам еще посвященствовал, чтобы была аудитория. ...связь, кто... Несколько раз. ...создал возможности, условия для того, чтобы мы могли провести такое занятие. И думаю, что дальше мы будем только совершенствовать и усиливать наши возможности такого взаимодействия, такой взаимной учебы. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. 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 До свидания, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok